В эфире программа Актуальное интервью. Поговорим мы сегодня о профилактике инфаркта. Гость нашей студии Елизавета Григорьевна Нечаева, врач-кардиолог, заведующая взрослой поликлиникой. Елизавета Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. У нас достаточно серьёзная тема. Давайте начнём. Можно ли распознать инфаркт самостоятельно человеку и что при этом делать ему дальше? Распознать инфаркт человеку самостоятельно наверное сложно, но заподозрить развитие этого инфаркта это можно гражданину. Для того, чтобы заподозрить инфаркт, граждане должны хотя бы знать основные признаки инфаркта и всегда быть готовыми к этой ситуации. Основные признаки инфаркта, конечно, это болевой синдром. Боль при инфаркте особенно отличается от обычной боли. Это боль более сильная, сильная боль, которую порой люди не могут терпеть. А боль где? Боль загрудиной в основном. Чаще всего это загрудинная боль. Но, конечно, она может располагаться не всегда в том месте, в классическом расположении боли. Она может быть и в межлопаточной области, и в верхних отделах живота, в зависимости от того, где инфаркт развивается. Обратить внимание на характер боли человек должен обязательно. То есть это боль внезапно возникающая. Часто эта боль может возникнуть на фоне полного здоровья, покоя в ночное время. И она отличается именно характером, интенсивностью боли. И что важно для инфаркта, боль длится при инфаркте более 20 минут. То есть если боль затянулась, это прошло 5 минут, 10 минут, этой сильной боли, уже нужно думать о том, что не инфаркт лето. Насколько вообще проблема инфаркта актуальна для нашего региона? Проблема инфаркта актуальна для Неницкого округа. Она актуальна для России в целом. В чём её актуальность, да, этой проблемы? Актуальность этой проблемы в том, что инфарктом миокарда заболевают люди трудоспособного возраста. Значит, это заболевание, если лечение начали заболевание не вовремя, значит, у него возникают осложнения, которые делают человека либо ограниченно трудоспособным, либо инвалидом. И возникает потребность в каких-то вмешательствах дополнительных, ну, в виде операции и так далее. Также, естественно, самое сложное, как бы осложнение, серьёзное этого заболевания — это смерть человека. И вот как раз показатели смертности от инфаркта миокарда в нашем округе, они довольно-таки высокие. Если где-то в среднем у нас проходит по округу, да, в среднем 50 инфарктов за год, смертность — это 30%. Вот по последним данным, по последнему году, да, статистическому, 30% смертность от инфаркта миокарда. А какова природа инфаркта? Это возрастная болезнь или болезнь уже среднего возраста? Это болезнь разного возраста. Основа, да, на которой возникает… Инфаркт не возникает на здоровом сердце, да, и на здоровых сосудах, или у здорового совершенно человека. Инфаркт возникает на основе атеросклеротического поражения коронарных артерий. То есть есть в коронарных артериях формируются бляшки. И вот эти бляшки, они становятся как бы источником развития инфаркта, поводом для развития инфаркта. Сама бляшка, она, конечно, не вызывает инфаркт, а ситуация, которая разворачивается вокруг этой бляшки в определенных условиях, да, она воспаляется, и на эту бляшку как бы наклеивается, да, или там образуется тромб, свежий тромб, который препятствует кровотоку коронарной артерии, что и является причиной инфаркта, микроза. А могут ли какие-то, допустим, сопутствующие болезни приблизить инфаркты или, допустим, усугубить образ жизни, поведение человека? Конечно, инфаркт миокарда… Человек с инфарктом миокарда – это чаще всего, да, как картину, да, облик больного с инфарктом миокарда. Это мужчины, потому что они болеют чаще, да. Мужчины после 40 лет – это мужчины, курящие, страдающие избыточной массой тела, как правило, имеющие показатели холестерина, высокие показатели холестерина, избыточную массу тела, ведущие малоподвижный образ жизни. Далее, как правило, у них может быть повышенное артериальное давление, может быть, наличие диабета или преддиабета. Вот основные такие вот факторы, которые провоцируют или способствуют возникновению инфаркта. Ну и стрессы я упустила, еще стрессы. Как предотвратить возникновение инфаркта? Кроме того, что можно вести здоровый образ жизни, проверяться, наверное, у врача, может, чаще, чаще. Как предотвратить инфаркт, да? Конечно, это такая тема очень объемная. Одним словом не скажешь, как можно предотвратить инфаркт. Конечно, во-первых, каждый человек должен знать, показать ли своего артериального давления. Значит, многие сейчас проходят медосмотры. У нас есть диспансеризация на 3 года, есть медосмотры на предприятиях, есть диспансеризация государственных служащих. То есть каждый человек должен интересоваться показателями своего уровня холестерина. Нормальные показатели — это 5 и менее общего холестерина. Нормальное артериальное давление — это 120 на 80 и менее. Далее, каждый гражданин, эти показатели нужно ежегодно контролировать. Если показатели холестерина нормальные, значит, можно проверять повторно его года через два, раз в два года или раз в два года в среднем. Если имеются показатели, превышающие норматив, значит, нужно уже ежегодно проверять этот показатель. Ну, кроме того, что проверять показатели своего здоровья, то есть давление, показатель холестерина. Естественно, здесь имеет значение еще уровень сахара в крови, так как от диабета и показатели глюкозы, также зависит состояние сосудистой стенки. Ну, естественно, вести здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни, вот в отношении, то, что касается инфаркта миокарда, это в первую очередь физическая активность. Вот так, если по-простому, то ежедневно 30 минут активной ходьбы. Вот это минимальная нагрузка для человека, для того, чтобы поддерживать здоровье. Употребление не менее 500 грамм в сутки овощей, фруктов, ягод. Далее, и правильное питание, да, то есть ограничение тех продуктов, которые приводят к повышению холестерина. А проще говоря, более питание приближенное к натуральному. То, что касается мясных продуктов, молочных и любых продуктов, это значит ближе к натуральному. То есть более натуральные продукты нужно употреблять. Если говорить об овощах, вот я упомянула, что 500 граммов овощей и фруктов. На севере это сложно, следовать этому принципу. Но надо стараться. И для чего нужно употреблять достаточно овощей и фруктов? Это клетчатка. И клетчатка, она регулирует выведение холестерина, помогает выводить из организма лишний холестерин, так будем говорить. Потому что холестерин находится в кишечнике. И вместе с каловыми массами с помощью клетчатки холестерин выводится из организма. И этим мы контролируем уровень холестерина. Физическая нагрузка, она также помогает контролировать и уровень холестерина, и уровень давления, и уровень глюкозы в крови. Ну вот. Вот так. Елизавета Григорьевна, а есть ли в вашей практике случаи, когда вот знания о первых признаках инфаркта помогли пациенту? Ну да, конечно. Есть такие случаи. В течение даже этого года был пациент. Он помог себе сам. То есть человек в ситуации с инфарктом миокарда, он вполне может помочь себе сам. Он может помочь себе сам. Это своевременно обратиться. Оказать себе минимальную помощь, это воспользоваться нитроглицерином под язык при сердечной боли. О том пациенте, который вот был у меня, значит, он знал клинику инфаркта. Он знал клинику характера боли при инфаркте. У него была ситуация, когда были, ну, несколько лет назад, ему пришлось, он изучал эту проблему в связи с болями, с остеохондрозом, болями в грудной клетке. И он прочитал клинику характера этих болей. И когда у него такой приступ случился, он через 10 минут, даже, наверное, через 5, он уже вызвал скорую. На приемном покое он был через 30 минут после вызова. И тромболизис ему был сделан на первый час его болезни. Человек вышел из этой ситуации трудоспособным вполне, без осложнений. А может ли приступ и болезнь протекать без симптомов? Да, такие ситуации есть. Конечно, она может протекать и без яркой клинической картины. Когда человек не может распознать эту ситуацию, и таких случаев довольно-таки немало. Чаще это бывает у лиц, страдающих сахарным диабетом, у злоупотребляющих алкоголем. Почему, да, у злоупотребляющих алкоголем? Алкоголь снимает порог болевой чувствительности. Так же, как и сахарный диабет, он понижает порог болевой чувствительности, и боль пропускается, этот период, когда она возникла. Ну, вот так. А в каком возрасте вот мужчинам и женщинам стоит пройти диагностирование, чтобы как можно раньше выявить? Вообще диагностирование, обследование тех параметров, про которые я говорила, показатели крови, определенные биохимические давления, нужно проходить с 18 лет. Вообще это делается еще и в подростковом периоде. А так с 18 лет. Никогда уже грянет гром, и когда появится симптоматика, это нужно проходить заранее, чтобы вовремя оказать влияние на то, что там с вами происходит. С помощью врачей, самостоятельно, зная, сейчас же много информации о здоровом образе жизни. Вот, поэтому нужно... Вообще, если говорить обследование с 18 лет, есть такая диспансеризация проводится у нашего населения. Она проводится раз в три года, начиная с 18 лет. Там все это измеряется, все эти параметры. Елизавета Григорьевна, что предлагает современная медицина для борьбы с инфарктами? Я вот знаю, что есть активное применение тромболизиса, сейчас происходит, это препараты, нейтрализующие тромбы. Насколько эффективна эта процедура? Это процедура эффективная, но здесь как бы важно применить ее в нужное время, да? То есть это первые три часа. Лучше всего первые два часа от возникновения инфаркта. Но допускается использовать тромболизис и до 12 часов от момента возникновения инфаркта. Ну, по крайней мере, в первые сутки. То есть если уже сутки прошли, тромболизис уже просто не помогает. А в чем заключается суть? Суть тромболизиса заключается в том, что в кровь больному вводится препарат, который обладает растворяющим действием. То есть этот препарат растворяет тромб, который находится в это время в коронарной артерии и вызывает препятствие ток крови, к мышце сердца. И происходит лизис, растворение тромба. Вот цель тромболизиса. Он так и называется. Тромба, лизис, тромб, а лизис – это растворение. Насколько часто в Ненинском округе прибегают к использованию? Тромболизис используется, конечно, и сейчас чаще используется. Но он может еще использоваться чаще, если пациенты будут поступать вовремя в стационар. То есть если это будут действительно первые часы, первые сутки от начала заболевания. И когда мы с вами говорили о диагностике инфаркта миокарда, конечно, одна из важнейших диагностических моментов диагностики инфаркта миокарда – это электрокардиография. То есть съемка пленки электрокардиограммы. И по ней уже врач, основываясь на жалобах, на данных клинических исследований, и имея кардиограмму, устанавливает диагноз. И также при наличии кардиограммы определяется необходимость проведения тромболизиса. Потому что не при каждом инфаркте делается тромболизис. Даже если это первые сутки. Газавета Григорьевна, я знаю, что еще существуют микроинфаркты. Какова его природа и в чем вот суть этого заболевания? Микроинфаркты… Сейчас инфаркты подразделяются на две категории. Инфаркты с зубцом Ку и инфаркты без зубца Ку. Так называем микроинфаркты, что в народе называется. Это инфаркт без зубца Ку. То есть нет большого некроза. Нет некроза в мышце сердца. Здесь лечение протекает, наверное, легче и, может быть, последствия какие-то не такие тяжелые? В принципе, инфаркт, конечно, протекает без зубца Ку, может протекать легче. Но он также опасен, как и инфаркт с зубцом Ку. Инфаркт без зубца Ку, или как вы говорите, микроинфарктом. Природа-то их одинакова. Тот же атеросклероз лежит в основе. Конечно, инфаркт с зубцом Ку или проникающий инфаркт, это более агрессивное течение заболевания. Но природа их одинакова. И там, и там причина является атеросклероз. И порой при инфаркте без Ку, непроникающим, также приходится больных оперировать в последующем. А какова статистика печальных исходов? Я вам сказала, смертность от инфаркта миокарда в нашем округе 30%. Это очень много. Как с этим бороться? Что делать? Как с этим бороться? Каждому гражданину. Во-первых, если как бы все равно человек должен прислушиваться к себе, анализировать свое состояние. То есть, если появляется что-то незнакомое, что-то необычное в состоянии у гражданина, значит, надо как-то анализировать ситуацию. Особенно если это связано с болевым каким-то синдромом, локализация в грудной клетке. И обращаться на скорую помощь, конечно, к медицинским работникам. Да, вы можете себе помощь начинать оказывать. Воспользоваться нитроглицерином. Но обязательно нужно обращаться на скорую помощь. Вызывать скорую помощь для таких ситуаций. Мы уже об этом поговорили, но все-таки давайте еще вернемся. Вот какие категории попадают в группу риска? Каким людям стоит особенно за собой следить и познакомиться? Как бы, допустим, с сегодняшнего дня, прослушав нашу передачу, открыть интернет и почитать клинику инфаркта миокарда. Значит, к этой категории относятся курящие граждане. Потому что у нас население очень много курит. И среди тех, кто приходит после инфаркта миокарда вот в поликлинику ко мне, да, на приемы, там нет ни курящих. Все, кто получил инфаркт, они все курили. Ну и многие из них продолжают курить. Кто-то и бросает. Вот. Значит, курящие граждане, мужчины особенно, после 40 лет, я уже вам говорила. Дальше лица, страдающие гипертонической болезнью, то есть повышенным давлением. Особенно, если это давление плохо контролируется. Что значит плохо контролируется? Значит, если терапия, которую, да, получает пациент, она не помогает ему, да, то есть давление не достигается, целевое давление 120 на 80, 130 на 80. Значит, эти люди должны быть готовыми к такой ситуации. Больные с сахарным диабетом, плюс к этому, да, страдающие гипертонией, значит, лица, страдающие ишемической болезнью сердца, у кого есть стенокардия, напряжение. Она реже, но эти больные также могут, у них может возникнуть инфаркт. Поэтому лица, страдающие стенокардией, они клинику инфаркта. И первую помощь при инфаркте миокарда должны знать. Ну, лица старшего поколения, конечно. Вот если брать трудоспособный возраст, у нас болеют чаще мужчины. Женщин здесь в этой категории меньше. Если мы берем старшее поколение, да, после 60, здесь уже чаще болеют женщины. Если говорить о помощи, которую могут оказать человеку с инфарктом в Дринмаре, насколько вот она эффективна, качественна? Помощь у нас оказывается довольно-таки на высоком уровне. То есть все те мероприятия, которые необходимы по порядку оказания медицинской помощи, у нас оказываются за исключением ангиографии. То есть если пациент поступает у нас с инфарктом миокарда в стационар, значит, если это первые сутки, значит, рассматривается, да, возможность проведения тромболизиса, и он проводится. Дальше пациент госпитализируется обязательно в отделении реанимации для наблюдения в острый период. Ну и проводится вся терапия, которая необходима вот по стандарту лечения. Все у нас есть, все медикаменты, и все методики наши врачи знают и проводят. А каков восстановительный период для человека? Восстановительный, ну или период реабилитации, да, восстановление здоровья после перенесенного инфаркта. Период реабилитации, он разный. У разных людей зависит это от возраста, да, от возможности организма для восстановления. Это определяется и возрастом, и физической подготовкой, то есть как человек, какую жизнь вел до инфаркта. Это был активный гражданин, да, занимался физическими нагрузками, там, следил за здоровьем, вот. Либо это малоподвижный, да, человек, который не занимался нагрузками, значит, есть какие-то сопутствующие, болезни, да, они тоже влияют на период восстановления. Это особенно сахарный диабет, это атеросклероз различных органов, да, у нас не только атеросклероз в сердце, он может быть и в сосудах головного мозга, и в сосудах конечностей. Но сопутствующие патологии, это заболевание почек, очень часто встречается, да, нарушение функции почек. Это все зависит на время восстановления после инфаркта. Ну и как гражданин соблюдает рекомендации врача, то есть принимает он медикаменты, те, которые прописываются. Кстати говоря, те медикаменты, которые рекомендуются больному после инфаркта, это медикаменты, которые влияют на прогноз, на продолжительность жизни людей в целом и на лица, которые перенесли инфаркт миокарда. То есть выполнять рекомендации врача, то, что там порекомендовали в стационаре, дальше в поликлинике врачам говорят, это обязательно. Сроки восстановления, чем моложе человек, ну это зависит еще не только от возраста, от сопутствующих болезней, это зависит от характера инфаркта, локализации, значит, осложнений, которые возникали. От многих факторов это зависит, но средние сроки формирования рубца это 4-6 месяцев. Он начинает формироваться через 4 недели, то есть вот прошло 4 недели, идет уже период рубцевания, острый период заканчивается и подострый. И вот это формирование рубца, восстановление сердечной мышцы, оно длительное. В среднем 4-6 месяцев, но как бы полгода, наблюдается человеку-кардиологу в течение полгода после инфаркта миокарда. Реабилитация, она начинается с первого дня, заболевания, с первого дня поступления пациента в стационар. Реабилитация, это медицинская реабилитация, тромболизис, проведение всей терапии, которая входит в стандарт лечения, это реабилитация медицинская. Дальше психологическая реабилитация. С пациентом работает кардиолог, работает врач стационара, они беседуют, объясняют ситуацию, рассказывают, как себя вести, это тоже реабилитация. Дальше в стационаре пациенту рекомендуют, какие физические нагрузки он может выполнять, то есть сколько ему можно ходить, когда можно вставать, когда выходить в коридор, когда спускаться по лестнице и так далее. Далее, когда он выходит на амбулаторное лечение, здесь также проводится реабилитация в виде лечения медикаментозного, психологических бесед, информирования пациента и о характере питания, физических нагрузках, о том, как нужно применять лекарства, какие нагрузки можно как расширять. В отделении физиотерапевтическом отделении у нас работает инструктор ЛФК, куда мы направляем врачей, пациентов, перенесших инфаркт миокарда, для физической реабилитации. То есть они занимаются лечебной физкультурой, тренажерами в отделении физиотерапии. И у нас есть возможность, мы можем направлять на реабилитацию в санатории. То есть у нас есть ряд санаториев, с которыми округ работает, куда мы можем бесплатно направлять пациентов на реабилитацию. Вот на сегодня пациент готовится на реабилитацию. Реабилитация две недели в санатории. А существует какая-то квота на поездке в санаторий? Нет, квот никаких нет. Это есть желание пациента, это если как бы наше должно быть предложение, если есть показания, если нет противопоказаний, если он может поехать самостоятельно. Все-таки это ведь реабилитация не в регионе, не в нашем регионе. То есть это надо куда-то ехать в Архангельскую область, либо в Кировскую, в Ивановскую, в Ярославскую. Вот средняя полоса. А вот человеку, перенесшему инфаркт, у него нет противопоказаний на перелеты на самолете? Нет, противопоказаний нет на перелеты в самолете. Это даже, понимаете, сложнее бывает ехать на поезде несколько суток, чем пролететь на самолете час-полтора. Еще хотелось бы сказать, вот люди, перенесшие инфаркт миокарда, они, естественно, должны наблюдаться. В последующем они наблюдаются всю жизнь. Даже если им сделали стентирование, либо им сделали аортокоронарное шунтирование, вроде бы восстановили, убрали причину инфаркта. Но заболевание от этого, человек не выздоровел полностью, у него основа, на основе чего развивается атеросклероз, она остается. Поэтому наблюдаться нужно и лечиться всю жизнь. Вот по-вашему опыту, как пациенты ответственно относятся к реабилитационному периоду, к наблюдениям? По пациентам, я могу судить, да, которые вот у меня наблюдаются, они относятся по-разному. Вот к своему здоровью, к последующему наблюдению, и лечению по-разному относятся. Большинство, основная масса наших пациентов, они, конечно, это все осознают, они наблюдаются, лечатся и так далее. И в процессе вот наблюдения, да, общения с врачами, они становятся, они больше узнают о своей болезни. Чем больше человек знает о своей болезни, тем он проще, он более защищен от возникновения какой-то ситуации. Поэтому свою болезнь, если вы, да, чем-то там страдаете, ее нужно, конечно, изучать. И самостоятельно можно изучать, и вы консультируете. Конечно, лучше изучать не только самостоятельно. Да, вы можете прочитать, но вы это всегда обсудите с врачом, потому что вы можете что-то не так понять, да, не так оценить. Поэтому обязательно это нужно все вместе с врачом обсуждать. Но знать надо. Это очень важно, знать свою болезнь и знать, как себе помочь. Елизавета Григорьевна, какие медицинские центры направляют пациентов из Ненинского округа, которые нуждаются в операции на сердце? Вы имеете в виду перенесший инфаркт миокарда, да? То есть разные бывают ситуации. Иногда бывает нужно в первые сутки, на первые сутки решать вопрос уже об операции. Значит, экстренные больные у нас направляются в Архангельс, первую городскую больницу. Там у нас есть с ними определенные отношения. Все вызывается санрейс, и госпитализируются больные в первую городскую больницу. Плановые больные, те, кому не было такой необходимости острой в первые сутки проводить коронарно-ангиографию, они у нас после выписки из стационара готовятся на плановое обследование. Это в основном Санкт-Петербург у нас. Федеральный центр, федеральный центр кардиологии, он называется Федеральный центр крови, эндокринологии и сердца. Сердца, крови, эндокринологии. Это имени Алмазова в Санкт-Петербурге. И у нас там много больных уже обследовано, прооперировано. И у нас с ними тесные такие отношения. А лечение проходит в рамках обязательного медицинского страхования? Лечение проходит и обследование в рамках обязательного медицинского страхования, в частности, коронарная ангиография, ну и по федеральным квотам проводится лечение в этих центрах. А я знаю, что к нам приедет кардиолог из Санкт-Петербурга. Это он приедет в... Ну, ожидается вот приезд кардиохирурга к нам 7 ноября. Значит, цель приезда это обучение врачей, то есть проведение с ними лекций, мастер-классов по оказанию неотложной помощи и по лечению инфаркта миокарда. И далее кардиохирургу мы будем готовить пациентов, которые нуждаются в операции. То есть там не будет такого открытого приема, да. Больные будут отбираться врачами, потому что необходимо, чтобы эти пациенты были обследованы, чтобы они были сделали определенные обследования, да, возможные в наших условиях. Вот. И будут туда направляться эти больные. И кого мы планируем, у кого вот выявляем необходимость в оперативном лечении, в дообследовании по поводу ишемической болезни сердца. И мы будем их показывать доктору. Елизавета Григорьевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Я надеюсь, она будет полезна нашим телезрителям. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова